Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых и фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня в 15.00 по московскому времени традиционно для понедельника я проведу вебинар, причем тему этого вебинара предлагаю выбрать вам. В нашем телеграм-канале мы предложим несколько топиков по разным финансовым активам, по разным событиям. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, то есть будет более интересной вам, станет центральной и основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому, пользуясь возможностью, приглашаю вас всех сегодня на вебинар в 15.00 по московскому времени. Также в прямом эфире вы сможете задать вопрос, который вас интересует, и я с большим удовольствием попробую разобрать для вас какой-то кейс, либо конкретную ситуацию. Ну что ж, это неделя. Событий будет очень много, это хорошо. Это значит, что нам есть что ожидать, зачем следить и что будет, в принципе, источником повышенной волатильности, потому что волатильность – это и есть возможности. Мы ждем блок статистики из США. Это АСМ, активность деловая АСМ в производственном секторе. Данные будем анализировать завтра. Далее в среду переходим на отчет EDP, который традиционно предваряет выход официальных данных Non-Farm Parallels. Эта статистика публикуется в рамках одной недели. Сначала EDP, потом Non-Farm. И происходит это в первую неделю нового месяца. Еще раз убеждаюсь в том, как быстро летит время. В четверг, друзья, Банк Англии, заседание, решение по ставке и ее потенциальное повышение на 50 базисных пунктов. Уже так много было сказано про перспективы британской валюты в связи с тем, что Банк Англии может пойти на еще один крайне агрессивный шаг, который является доказательством острого желания Банка Англии победить крайне высокую инфляцию, которая, как вы знаете, остается самой высокой в Англии среди всех развитых иностран. Помимо этого, после того, как мы проанализируем итоги заседания Банка Англии, в пятницу нас ждет отчет Non-Farm Parallels. И это уже очень серьезное явление на курс американского доллара. Потому что после заседания Федрезерва, которое состоялось на прошлой неделе, у нас есть еще определенного рода вопросы. И мы с вами еще на прошлой неделе пришли к выводу, что теперь нам нужно вдвойне, с точки зрения внимания, следить за опубликуемой макроэкономической статистикой. И особенно нам нужно копаться глубже в состоянии американского рынка труда и в показатели инфляции, чем мы и будем заниматься. Рынок труда этой недели даны по инфляции уже снова через неделю. Поэтому эти релизы точно будут тем самым основанием, на котором мы должны отстроить наши ожидания по тому, как далеко может зайти Федрезерв в текущей монетарной политике. Хотя, небольшой спойлер, я практически уверен, нет никаких сомнений, что американский регулятор повысил ставку на прошлом заседании в последний раз в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Лично мне не нужны доказательства того, что ставку тащить вверх больше не нужно. Но, видимо, некоторым трейдерам и инвесторам это нужно, потому что американская валюта пока что более-менее стабильна. И только тогда, когда на рынок придет уверенность, что ФРС более не будет повышать ставку, мы увидим развитие мощного нисходящего ралли по американской валюте. Давайте перейдем к индексу доллара. Текущие котировки 101.54, в принципе, те же самые уровни, на которых мы наблюдали этот инструмент в конце прошлой недели. Еще раз напомню, что ФРС повысил ставку в соответствии с ожиданиями на 25 байсных пунктов до 5,5%. Но на пресс-конференции, если подытожить тезисно и суммарно, главные выводы пресс-конференции и публикации справедливых заявлений, то, что текущий уровень процентной ставки 5,5%, он, в принципе, уже мог достичь так называемого ограничительного уровня, при котором дальнейшее повышение ставки уже не понадобится. Потому что снижение инфляции уже станет тенденцией, в принципе, инфляция будет взята под контролем. Ну, учитывая, что инфляция сейчас находится на уровне 3%, а за июль она могла снизиться еще сильнее, я думаю, что действительно инфляция находится под контролем. Нет никакой острой необходимости в том, чтобы ставка повышалась дальше. Паул сделал заявление о том, что очень многое будет зависеть от макроэкономических отчетов, и трейдеры в прямом смысле очень буквально восприняли эту формулировку, потому что в четверг, когда вышли данные по ВВП, по заказам на товар длительного пользования, первичным заявкам на пособие по безработице, хорошие были отчеты, я не спорю. На этом стали отстраивать идею того, что, ну вот, сильный отчет, значит, американская экономика сможет избежать экономического спада, значит, ФРС сможет продолжить повышение ставок. Не все так просто, друзья. Еще раз отмечаю, что эти релизы, которые вышли, они, да, имели значение для формирования рыночных настроений. Но если вы хотите понять, какие релизы повлияют на политику Федрезерва, здесь ответ только один. Это отчет Non-Farm Farrels и данные по инфляции, как я уже это и отметил. Эти релизы впереди, поэтому с нетерпением ждем выхода этих данных. Соответственно, если мой субъективный прогноз, я думаю, что он совпадает с прогнозом многих, нас в эту пятницу ожидают слабые данные по Non-Farm, как это было месяц назад. А через неделю, когда мы будем анализировать данные по инфляции, мы, скорее всего, убедимся в том, что инфляция стала еще ниже. Поэтому я уверен, что индекс доллара в связи с этим должен лишиться еще большей поддержки и перейти к активному снижению. Готов ли я изменить свою точку зрения только при одном сценарии? Мы увидим крайне сильный отчет по Non-Farm и увидим рост инфляции по итогам июля. В этом случае я, может быть, вернусь к идее потенциальных покупок доллара. Но мне кажется, этот сценарий пока маловероятен. Золото 1954 доллара за тройскую унцию. Мы пока этот актив не трогаем, потому что нужно, чтобы снижались доходности трейджерис, американских облигаций и рыночный сантимент. Очевидно, подавал нам сигналы, что большинство находится в продаже. Сейчас большинство в продажах действительно 60% против 40% покупателей. Но в золоте и при оценке рыночного сантимента есть экстремальные уровни, к которым я ориентируюсь. Это 70-30. И только после того, как будут достигнуты эти показатели, буду снова готов золото покупать. Надеюсь, что к концу недели такие условия сложатся. Европейская валюта 1,10,7,12. Европейский центральный банк тоже повысил процентную ставку на 25 байсных пунктов до 4,25. И на пресс-конференции риторика Лагард была жесткой. То есть ЕЦБ готов повышать ставку дальше, поэтому никто не сомневается в том, что в сентябре она снова будет повышена. Но этого оказалось недостаточно для роста главного валютного риска, потому что все испортил доллар, который смог обновить локальные максимумы. И учитывая то, что евро, доллар и доллар коррелируют между собой, мы приняли решение пока что евро тоже оставить в покое и сфокусироваться только на индексе доллара. Британская валюта 1,28,50. Здесь уже я верю в повышение ставки на 50 байсных пунктов в этот четверг. Я верю в крайне жесткую риторику британского регулятора, его активность и готовность к тому, чтобы тащить ставку еще выше, потому что инфляция остается по-прежнему на запредельных уровнях. 7,9% основной показатель, 6,9% это базовая инфляция. По оценке аналитиков Bloomberg к концу этого года ставка Банк Англии превысит 6%. То есть ожидается, что в этот четверг ее повысит до 5,5%, если будет шаг в 50 байсных пунктов. И до 6% до конца года ее можно будет разогнать легко. Она будет самой высокой среди развитых стран, и это точно создаст условия для повышенного интереса именно к британской валюте. И при таких условиях движение пары фунт-доллара выше отметки 1,30 будет вполне реально. Доллар канадец 1,32,50. Также ждем развития нисходящей динамики, потому что главный аргумент роста канадца пока что это восстановление рынка нефти. Нефть котируется сейчас в районе 84 долларов за баррель. Максимум был 84,50. На прошлой неделе наша цель, напомню, 85. Сегодня утром вышли данные по активности производственного сектора и сферы услуг Китая. В принципе, статистика неплохая, поэтому надежды на восстановление китайской экономики и, соответственно, спрос, который за этим придет, они остаются в силе. Плюс ко всему август начинается. На август некоторые страны, особо значимые среди участников энергетического пакта и сделки ОПЕК-плюс, продлили добровольные ограничения на добычу нефти. Я думаю, вы это помните. Поэтому идея дефицита предложения, она по-прежнему актуальна. И пара доллар-иена 141,80. Я рекомендую ориентироваться на диапазон 140-141. Иена, соответственно, за один американский доллар, как тот самый, который подходит для занятия долгосрочных коротких позиций. Банк Японии в конце прошлой недели провел заседание, оставил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений. Но что важно, есть механизм контроля кривой доходности облигаций в диапазоне 0,5% в обе стороны от целевого уровня в 0%. И раньше, когда долговой рынок достигал этих уровней, Банк Японии проводил, скажем так, интервенции. Сейчас риторика изменилась, и Банк Японии отметил, что теперь эти уровни являются всего лишь ориентирами, а не обязательным условием для проведения этих интервенций. Я думаю, что это очевидный шаг в сторону будущего ужесточения денежно-кредитной политики, что нам необходимо, чтобы увидеть более значительный рост японской валюты. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok